Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот, по последней информации, за сутки в Херсонской области от обстрелов погибли 10 человек, еще 54 человека ранены, всего было 49 обстрелов. Скажите, вот число жертв на этот час не изменилось? Ведь были повреждены и многоквартирные дома, и частные, и детский сад, в котором был пункт обогрева. Ну, намеренно бьют по тем местам, где мирные люди. У нас сегодня, к сожалению, продолжаются обстрелы в Херсоне, и количество пострадавших людей увеличивается. Мы уточняем сейчас данные, сводим, к концу дня опубликуем о количестве раненых и, к сожалению, погибших. Ну, вопрос безопасности в городе остается очень сложный. Не только это касается Херсона, это касается сейчас всех наших докупированных населенных пунктов в Херсонской области. Ну вот, местные жители, как правило, в телеграм-каналах сообщали, что город обстреливали и фосфорными, и термитными снарядами. Так ли это? Ну, по фосфорным я не готов подтверждать. Сразу на место взрыва выезжают и взрывотехники, и ДСНС-специалисты. Они фиксируют, в том числе, и из чего в этот раз обстреляли город, потом уже эти данные передаются правоохранительным органам. Но то, что используют боеприпасы, которые направлены на максимальное поражение гражданских, это я подтвердить могу. Ну вот и спасатели просят людей не спешить с возвращением домой, потому что враг оставил после себя огромное количество угроз. Это и мины, и растяжки, и самодельная взрывчатка, фугасы. И вот ежедневно саперы находят смертельные ловушки, иногда вот даже там в детских игрушках, в стиральных машинах. Расскажите, как продвигается разминирование городов и сел? Знаете, по разминированию идет максимально быстро сейчас работа, и работает большое количество бригад взрывотехников. Но, к сожалению, количество объектов, которые нужно проверить, оно настолько большое, что большинство объектов гражданской инфраструктуры не критичны. У нас еще нет доступа, потому что там не проводились работы по разминированию. Это административные здания, это помещения коммунальных предприятий, которые тоже нужно обследовать, инвентаризировать и определяться, запускать их или консервировать на зиму. С пониманием к этому относимся, ждем, когда наши группы разминирования проведут полностью всю работу, и тогда уже будем в этом направлении двигаться. Но людей просите пока не спешить с возвращением? Безусловно, безусловно. Вопрос безопасности в городе остается крайне сложным в наших громадах, потому что время подлета боеприпасов, оно очень короткое. И система оповещения, там, где они спасают жизни в других регионах, у нас, к сожалению, они имеют очень ограниченную эффективность, потому что просто у людей не будет времени на реагирование, на сообщение о начале обстрела. Поэтому, ну, наверное, безопаснее все-таки будет сейчас в других регионах. К тому же очень много вопросов и по возобновлению инфраструктуры на освобожденных территориях для минимально комфортных условий жизни. Но еще понадобится время для того, чтобы это все восстановить. Вот убегая из Херсона, оккупанты устроили пожар в одной из пыточных, чтобы скрыть следы. Скажите, вот сколько таких мест военных преступлений уже нашли и в Херсоне, и в области? Немало, к сожалению. Немало, и это еще не все. Мы все данные, которые у нас были от движения сопротивления, все передали правоохранительным органам. То есть это локации, там, где над нашими людьми издевались, там, где выбивали из них показания, что они якобы являются агентами СБУ и ведут свою деятельность исключительно за деньги. Будут комментарии от правоохранительных органов. Сейчас все эти места – это место преступлений, на которых проводятся необходимые следственные действия, проводятся экспертизы для того, чтобы в том числе в международных инстанциях привлечь к ответственности преступников, которые этим занимались. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что обнаружены еще и тела более 400 мирных жителей, убитых российскими захватчиками. Ну, страшные цифры, но еще страшнее от того, что этих жертв может быть намного больше. К сожалению, так и есть. Вот даже та информация от людей, которые пережили все эти ужасы, ну, эти люди говорят о том, что убитых было очень много. Некоторые просто не выдерживали, они умирали в камерах после пыток. Некоторых просто убивали. Поэтому цифры, к сожалению, по Херсонщине, особенно после докупации всей территории, они будут совсем другие, они будут страшными. Восстановление цивилизации на деоккупированных территориях, вот как обстоят дела сейчас с электроэнергией, газом, с мобильной связью? Газ мы сохранили, газ работает и в большинстве громад тоже, не во всех, потому что в некоторых там действительно очень большие разрушения, это инфраструктура, но тоже идут работы по восстановлению. Я очень рассчитываю, что в ближайшее время у нас будут позитивные новости по энергообеспечению, водообеспечению. Там тоже работают специалисты максимально, насколько это возможно быстро, потому что, ну, понимаем, что это базовые условия, которые необходимы для возобновления работы и бизнеса, и всего остального. Медицина работает максимально, сейчас наша нагрузка, она не очень большая, но медицина была в приоритете, и там уже у нас восстановлен и практически и парк скорой помощи автомобилей, бригады работают, и медицинские специалисты, медикаменты, оборудование. То есть уже сейчас херсонцы могут получать полноценную медицинскую помощь. Нагрузка на нашу медицину, к сожалению, она тоже возрастает каждый день, потому что большое количество пострадавших, и гуманитарные условия такие, что, к сожалению, тоже, ну, это сказывается на здоровье населения, и обращение в больницу все больше, в больницу. Но мы работаем в этом, я думаю, что мы тут полностью людей обеспечим. А вот отделение банков, заработали людям важные пенсии, получать магазины, аптеки? Открываются, открываются и финансовые учреждения, устанавливаются банкоматы, работает почта, возобновляются, работают полностью, и работают сейчас они в направлении увеличения количества отделений, которые работают. Вот аптечные пункты, точно так же сеть аптек, они сейчас работают над тем, чтобы максимально запустить свою работу, и там тоже уже есть первые результаты. На самом деле, это касается всей линейки бизнеса, люди готовы, и местный бизнес, и не только, готов полностью полноценно работать в Херсоне. У нас есть ограничение по безопасности, потому что очередь на разминирование очень большая объектов, и отсутствие энергоснабжения и водоснабжения, конечно, сдерживают этот процесс. Но даже в этих условиях у нас уже есть успешные кейсы, когда бизнес запустился и работает. Скажите, а вот пункты обогрева, сколько их уже появилось в городе, и что, собственно, люди могут там получить, ну, кроме возможности согреться? У нас работают пункты незламности, которые открываются по всей стране. В Херсоне тоже они есть, и работаем над расширением их сети. У нас есть гуманитарные центры, в которых мы хотим, чтобы была не только раздача гуманитарной помощи, которая поступает сейчас в Херсон, но и тоже возможность и для обогрева, и зарядить гаджеты, и чтобы там была связь стабильная в этих пунктах, чтобы люди могли связаться со своими близкими. Сейчас у нас работает таких пунктов уже около двух десятков, но цель создать их гораздо больше, чтобы они были по всей территории деоккупированные в Херсонщине. Чем больше их будет, тем лучше, потому что зима будет сложной. Ну вот гуманитарная помощь Херсону сейчас приходит со всей Украины. Какие регионы уже отправили помощь, и что привозят людям в первую очередь? Знаете, вся Украина включилась, есть график, кто еще не успел доехать в ближайшее время, приедут к нам, везут все, что нужно в первую очередь для удовлетворения базовых гуманитарных потреб наших людей. Это и генераторы, и продукты питания, и питьевая вода бутылированная. На самом деле очень большой ассортимент того, что заезжают, оно максимально распределяется в первую очередь там где-то нужнее всего. Это и медицинские учреждения, потому что в первую очередь нужно было их запустить, и объекты критической инфраструктуры, ну и, конечно, гуманитарные центры, через которые идет основная работа с населением. А вот в деоккупированных селах как помогают людям пережить зиму? Привозят ли буржуйки, может бесплатные дрова? У нас точно такое же отношение, как и к друг другу, как к любым населенным пунктам. К некоторым еще, конечно, не доехали, не успели там открываться гуманитарные эти центры, и людям приходится ехать к ближайшему, более крупному населенному пункту для того, чтобы там, как бы, эту гуманитарную помощь получать. Логистика все еще достаточно сложная, потому что у нас заправочные станции тоже открываются, и максимально быстро они стараются это делать, но все еще есть определенные очереди и на заправочных станциях, которые работают, чтобы люди могли заправиться. Поэтому, как бы, там еще есть над чем работать. Но села никто точно не забыл. По селам тоже идет работа, есть раздача по селам гуманитарной помощи из колес, когда еще нет там стационарного пункта, приходится просто привозить гуманитарную помощь и раздавать ее прямо с машины. Но в этом направлении тоже работаем, там тоже, я думаю, что будут результаты. В Херсонских пабликах есть информация, что россияне насильственно выселяют жителей из 15-километровой зоны от побережья Днепра. Насколько вот это соответствует действительности? Какая там ситуация? Крайне сложно. Я могу подтвердить эту информацию. У нас масса сообщений от наших людей, что они продолжают вот эту вот принудительную депортацию. Кроме того, идет фактическое разграбление там Херсонщины, вывозят все, что представляет хоть какую-то материальную ценность, вывозят это все в очень больших сейчас масштабах. Ну, безусловно, это создает там очень сложные гуманитарные условия для наших людей, но это хороший знак. Они понимают, что... Недолго им там осталось. Недолго им там осталось. Да. В этом плане есть, знаете, что-то в этом плане и хорошее. Мы понимаем, что они действительно осознали, уже нет у них самих никаких иллюзий, что мы их выбьем со всей территории области. Вот Николаева Херсон посетила группу глав дипломатических ведомств, которые аккредитованы в Украине. Они собственными глазами увидели вот последствия военных преступлений, совершенных Россией. Услышали, что говорят люди, очевидцы, да? Какие впечатления увезли из города? Что они говорили? Вы знаете, то, что я знаю, они были в состоянии легкого, близком к шоку. Когда дипломатам дали возможность свободно общаться с любыми представителями и общественности, просто людьми, которые подходили и общались. И точно такой же доступ есть и у международной прессы к людям. Но вот те, да, то, что им рассказывают люди, которые прошли пытки, люди, которые прошли весь этот террор. Ну, мягко говоря, было такое гнетущее впечатление у них после вот этого общения. Потому что понятно, что русская пропаганда совсем по-другому это все старалась преподнести. О том, что им кто-то тут был рад в Херсоне, о том, что они тут кого-то освободили. Но когда вот все эти истории люди рассказывают, уже тогда, когда они узнают правду, да, но это оставляет определенный такой осадок серьезный. Но это очень важно, чтобы дипломаты приезжали, ходили, общались, все видели своими глазами. Да, сто процентов. И, знаете, при этом не только негативные впечатления они с собой увезли. Рассказы херсонцев, как они боролись с этой оккупацией, как они выходили на митинги, как они передавали данные на ЗСУ, это тоже их очень сильно впечатлило. В этом плане нашим народам можно здесь только гордиться, херсонцами в том числе, насколько вот они действительно на зла мне, и, ну, это, собственно говоря, эти слова не обязательны. Да, они увидели это всего духа, героизм, конечно, конечно, это тоже. Спасибо вам огромное, спасибо за последнюю информацию. Я напомню, Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, был с нами на связи. Спасибо, Юрий. До свидания. Продолжение следует...